В Таразе сегодня порядка 200 человек обратились за медицинской помощью в травмпункт многопрофильной больницы. Причина – гололед, который сковал не только дороги, но и тротуары. В результате впадения жители получили ушибы, различные переломы, а некоторые даже сотрясения головного мозга. Медики работают в усиленном режиме. Экстремальным поход на работу назвали сегодня таразцы ситуацию с гололедом. Ледяной дождь, прошедший накануне, и мороз превратили городские дороги в настоящий каток. Побежали! Ох ты ж, какой гололед! Зато детство вспомнить можно. Добраться благополучно до работы смогли далеко не все жители. Вместо рабочих мест горожане оказались в больнице. На работу хотела идти. Вышла из дому, такой гололед, прям все как стекло. Подскользнулась, упала на правый бок, получается. И вот теперь у меня все болит, и все хуже и хуже. Вот сейчас дочь меня привезла в больницу. В 109 я позвонила уже два раза. Никто даже, получается, они центр чистят, а окраину они все плевать хотели. На улицу вышел, там гололед был. Сплоткнулся, упал. Где-то 3-5 минут лежал. Я не смог встать. Я потихонечку встал, домой пошел и позвонил сыну. Скорую вызвали. Скорую сказали, где-то 15-20 минут за дырочки будет. И потом я не выдержал. И поехали в свои машины. Немалая очередь к травматологам и на рентген. Наплыв пациентов в травматологическом пункте больницы больше обычного. Если ранее за сутки врачи принимали около 80 пациентов, то, например, сегодня только за 3 часа за медпомощью обратились почти 70 человек. Поэтому медики работают в усиленном режиме. Всего в травмпункт обратились 180 пострадавших из-за гололеда. В результате падения жители получили ушибы, различные переломы и сотрясение головного мозга. А шестерых человек пришлось госпитализировать. Из них двое нейрохирургическое отделение. То есть это закрытые черепно-мозговые травмы головы, сотрясение головного мозга. В травматологическое отделение было госпитализировано четверо. Это из них одна пациентка с переломом бедра, перелом обеих лодыжек, которые также нуждаются в оперативном лечении, перелом средней треть плеча и перелом ключицы. Принимаем мы трое у нас, трое травматологов. Это первичный кабинет, первичный осмотр. В будние дни там сидит один доктор, одна медсестра. Между тем, по информации городского Акимата, ночью активно велась подсыпка улиц инертными материалами. Было задействовано 16 единиц спецтехники. Коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы. Несмотря на это, ДТП избежать не удалось. 28 ноября текущего года на территории Жамбузской области произошло 15 дорожно-транспортных происшествий. Из них 7 механических. В результате аварии 10 человек получили различные травмы легкой степени. Назначены необходимые экспертизы по установлению причины ДТП. На фоне непогоды в Таразе резко возросла и стоимость такси. Цена пятиминутной поездки дошла до 2000 тенге. Воспользоваться, конечно, такой услугой не всем по карману. А дойти до автобуса, как оказалось, смогли не все.